Балтийские страны усиливают поддержку Украины. Латвия, Литва и Эстония объявили о новых пакетах финансовой помощи и поставках вооружения. К аналогичным шагам Рига, Вильнюс и Таллин призывают и других союзников Киева. Мы прекрасно понимаем, чтобы защитить свою свободу и свободу всей Европы, Украине в первую очередь нужно оружие. Украинские разведчики сбили российский боевой самолет в акватории Черного моря. Есть успехи и на земле. ВСУ продолжают массово уничтожать захватчиков и их военную технику. Из Киева в Варшаву. Госсекретарь США Энтони Блинкин после визита в Украину отправился в Польшу. Там глава американской дипломатии обсудил дальнейшую поддержку Украины и противодействие военной агрессии Кремля. Я прибыл сюда из Украины. Я был там, как вы знаете, с британским министром иностранных дел Лэми. Мы отправились в Киев, чтобы подчеркнуть нашу единую и непоколебимую поддержку Украины. У маленьких украинцев только одно детство. В Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов, где обсуждали, как защитить детей и гарантировать безопасное будущее для них. Реализацию двустороннего соглашения о безопасности обсудили президент Украины и премьер-министр Латвии. Владимир Зеленский и Эви Касилиня также говорили о военно-техническом сотрудничестве стран и подготовке ко второму саммиту мира. Глава украинского государства отметил необходимость привлечь к этому форуму наибольшее количество стран глобального юга. Также Владимир Зеленский поблагодарил балтийскую гостью за военную помощь и поддержку украинской евроинтеграции. О присоединении Украины к Евросоюзу Владимир Зеленский говорил и с президентом Эстонии Аларом Карресом. Кроме этого затронули оборонную поддержку и послевоенное восстановление. Также Таллинн обязался ежегодно выделять четверть процента ВВП Эстонии на защиту Украины. Это положение закреплено в двустороннем договоре о безопасности. Литва видит борьбу Украины против российской агрессии как свою собственную, заявил лидер страны Гитанос Науседа во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил глава Литовской республики, Вильнюс за время полномасштабной войны выделил Киеву около полутора миллиардов евро. Почти половина этой суммы была направлена на военные потребности Украины. Подробности в сюжете. Литва продолжит поддерживать Украину в борьбе за свою независимость, заявил президент Гитанос Науседа. Вильнюс уже выделил Киеву 2% от собственного ВВП и стремится продлить поддержку на уровне 0,25% ВВП ежегодно. Сегодня Литва активно принимает участие в вопросе восстановления разрушенных Россией украинских территорий, а также в развитии украинской оборонной промышленности. Мы говорили с президентом именно про это, про нашу оборону. Говорили о нашей обороне, я проинформировал о ситуации сейчас на фронте, возле Покровска, Торецка, Угледарского направления. Также, что происходит с операцией в Курской области. Мы четко все понимаем. Защита украинского государства означает также и защиту независимости всех государств, граничащих с Россией. Благодарю Литву за предоставленный пакет оборонной поддержки и за отдельно хочу отметить готовность литовского государства направить гарантированный на 10 лет уровень поддержки наших оборонных способностей. Это прежде всего вопрос инвестиций в производство дронов в Украине. Накануне Вильнюс и Киев подписали меморандум об оборонном сотрудничестве, в рамках которого Литва предоставляет 10 миллионов евро для финансирования украинских дальнобойных возможностей, в том числе ракеты дрона Поляныця. Мы прекрасно понимаем, чтобы защитить свою свободу и свободу всей Европы, Украине в первую очередь нужно оружие. Пока мы планируем через схему Европейского агентства в Украину поставить 2 тонны 155-мм боеприпасов через систему закупки Европейского оборонного агентства, а еще 10 тонн до декабря в рамках реализации чешской инициативы. Мы также изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО. Также Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство украинского дальнобойного оружия Поляница. Литва решительно поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также продолжит работать с союзниками над ускорением оказания необходимой оборонной помощи для Украины. Помощь должна быть увеличена. Литва призывает членов альянса немедленно передать Украине оружие большой дальности истребителей и системы ПВО. Мы поддерживаем разрешение для нанесения ударов большой дальности по российским военным объектам без ограничений. Владимир Зеленский отметил, что вопрос разрешения использовать дальнобойное оружие стран-союзников для удара по военным целям на территории России обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкиным и главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, который посетили Киев 11 сентября. Встреча была очень серьезной. Украина была относительно дальнобойности. На этой встрече очень подготовлена и убедительна. Нужно быть откровенными. Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, которое до сих пор с большим дефицитом у нас, возможности его использовать по военным целям на территории РФ приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территории России. Вопрос о возможности Украины бить дальнобойным оружием по российским военным объектам сегодня на повестке дня у всех союзников Украины, подчеркнул президент Владимир Зеленский. Россияне ударили ракетой по судну зерном для Египта. Как отметил президент Украины, страна-агрессор атаковала гражданский сухогруз сразу после его выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Владимир Зеленский подчеркнул, Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира. А наши поставки продовольствия в страны Африки и регионы Ближнего Востока являются критическими. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставок продовольствия на глобальный рынок. Это приоритет для Украины. Защита жизни и также это должно быть приоритетом для каждой страны. Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Россияне дважды за день обстреляли село Боровая Харьковской области. Два человека погибли и еще семеро получили ранения. Об этом сообщили в областной военной администрации. Предварительно российская армия обстреляла жилые кварталы кассетными боеприпасами. Горело по меньшей мере пять домов. В одном из них взрыв буквально уничтожил центральную часть здания. Из-под завалов спасатели деблокировали пожилую женщину. Сейчас она в больнице. Также россияне атаковали дергачи в Харьковском районе. Ударом КАБа повредила частные дома, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Также российские военные атаковали и один из районов Харькова. Там поврежден частный дом. Вылетели окна в соседних строениях. Российские БПЛА атаковали Сумскую область. В Конотопе осколочные ранения получили 14 человек. Из них один ребенок. Взрывной волной повреждены многоквартирные жилые дома и объекты инфраструктуры, а также учебные и медицинские учреждения. Кроме этого повреждены трамвайные рельсы. Как сообщили местные власти, пожарные уже ликвидировали все очаги возгорания. Энергетики заканчивают ремонт электрооборудования. Российские оккупанты обстреляли машины гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. Три человека погибли, два ранены, сообщил президент Украины. В этой войне все совершенно очевидно. Россия несет зло. Украина защищает жизнь. Если кто хочет слышать обе стороны, то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. 79 боевых столкновений с начала суток на фронте зафиксировано. По данным Генерального штаба ВСУ, больше всего штурмов российские оккупанты провели на Кураховском и Покровском направлениях. Противник получил жесткий отпор. Подробнее об успехах ВСУ, а также общей ситуации на передовой далее в сюжете. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, сложная ситуация сохраняется на Кураховском направлении. Там украинские воины пресекли 33 попытки российских оккупантов атаковать позиции сил обороны Украины, а также на Покровском направлении, где противник совершил 20 безуспешных штурмовых действий. Получили жесткий отпор россияне и на других направлениях, в частности на Торецком, Краматорском, Северском, Лиманском, Времевском и Приднепровском. Российские оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении. Сегодня утром в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка россияне пошли в атаку. В результате 5 единиц техники уже подбиты, 4 БМП и 1 танк. Также уничтожено около 30 оккупантов. Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гонзюка Вооруженных Сил Украины, в эфире марафона «Идыни новыны». Мы отдельная рота ПТРК, наше оружие – ПТУРы. Работаем по технике, ну и бывает именно по пехоте, но в основном это техника. Мы здесь недолго и уже есть результат. Очень хороший результат. Пострел! Также по данным генерального штаба ВСУ, российская армия пыталась дважды атаковать украинские позиции в районе Волчанска. Штурмы были отбиты. Россияне понесли значительные потери, но несмотря на это также пытались проводить наступательные действия и на Купинском направлении, и также потерпели поражение. Направление Липцы и Волчанск, там россияне не оставляют попыток проводить штурмовые действия. Однако на данном направлении Силы обороны Украины могут контактировать эти подразделения и улучшать где-то свое тактическое положение. На Купинском отрезке противник не оставляет попыток продвинуться в сам населенный пункт Купинск, но все попытки штурмовых действий россиян там были отбиты. Виталий Литвин, офицер отделения разведки бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины, в эфире марафона «Едыни новыны». Кроме того, как подтвердили в Главном управлении разведки, россияне потеряли свой боевой самолет Су-30. Он был уничтожен в акватории Черного моря. В ГУР отметили, что украинские воины сбили истребитель из переносного зенитно-ракетного комплекса. Самолет, упавший в море, числился в 4-м отдельном морском авиационном полку Воздушно-космических сил России, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. Стоимость уничтоженного Су-50 миллионов долларов. Общие же потери российской армии в Украине уже превысили отметку в 630 тысяч. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1270 оккупантов, а также уничтожили 11 вражеских танков, 17 боевых бронемашин, две системы ПВО и один самолет. Кроме этого, ВСУ удалось сжечь на линии фронта 93 единицы автомобильной техники и 73 артиллерийские системы, сбиты 43 беспилотника. Истребителей F-16 в украинском небе станет больше. Группа пилотов ВСУ уже проходит подготовку в Румынии, рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. После телефонного разговора со своим румынским коллегой он также сообщил, что в скором времени Киев получит от Бухареста новую систему противовоздушной обороны Патриот. Пентагон выделит 1 миллиард 200 миллионов долларов на производство ракет Эмрем. Их получит и Украина, сообщает пресс-служба Министерства обороны США. Контракт предусматривает производство боеприпасов и телеметрических систем, а также запчастей. Работы должны быть завершены до конца 2028 года. Отмечу, что Эмрем – это управляемая ракета класса «Воздух-воздух» средней дальности. Она является основным вооружением истребителей F-16 и также используется американскими ЗРК «Насамс». В России на заводе «Омск-Трансмаш», который выпускает танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», произошел пожар. Как писали российские телеграм-каналы, на предприятии загорелась крыша одного из цехов. Густой черный дым от пожара был виден практически со всех районов Омска. Как уверяют на предприятии, пострадавших нет, а причина возгорания – ремонтные работы. Москва продолжает попытки восстановить влияние своей агентуры в Чехии, а Россия по-прежнему остается наибольшей угрозой для внутренней безопасности страны. Об этом заявили в чешской контрразведке. Директор информационной службы безопасности Михаил Кудылко в одном из своих последних докладов отметил, что Российская Федерация является угрозой не только из-за войны, которую она развязала в Украине. Кремль не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в странах Запада при помощи распространения дезинформации и диверсий. Министр обороны Литвы Лауринас Кощунас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии после того, как в Латвии недавно упал российский военный дрон. Во время форума по обороне Кощунас заявил, что миссия Альянса должна не только контролировать в небо в регионе, но и при необходимости немедленно отвечать на подобные диверсии со стороны России и уничтожать ее беспилотники. В случае обнаружения угрозы нарушения беспилотникам воздушного пространства НАТО информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса. Штаб-квартира НАТО оценивает ситуацию. Достаточно ли доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой воздушный объект. И тогда принимается быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить. Лаурина Скащунас, министр обороны Литвы. Швеция планирует удвоить расходы на защиту государства, заявил министр гражданской обороны Карл Оскар Болин. Он отметил, что проект рассчитан на три года, а также подчеркнул увеличение расходов необходимо, чтобы Швеция была готова к реалиям военного времени. Мы представляем самые большие инвестиции в гражданскую оборону со времен окончания Холодной войны. Это историческая веха, которая позволит нашему обществу иметь лучшие условия для борьбы с любым вооруженным нападением. И это приоритетность того, что является важным для построения сильного и устойчивого общества. Карл Оскар Болин, министр гражданской обороны Швеции в соцсети ИКС. Европейская комиссия получила достоверную информацию о поставках Ираном баллистических ракет в Россию. Об этом во время брифинга в Брюсселе рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петерстана. Он подчеркнул, что такие действия Москвы и Тегерана говорят о том, что на самом деле Россия не хочет мира. Это дальнейшая военная эскалация со стороны России, потому что это показывает намерение Кремля получить больше оружия из-за рубежа от тех, кто готов поставлять его. И это также эскалация военной поддержки Ираном незаконной агрессии России. И мы предостерегаем Иран и призываем не делать этого. И это дал ясно понять своим иранским коллегам, включая новую администрацию страны, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. Но поскольку Иран, похоже, продолжает делать это, значит будет ответ со стороны Европейского Союза. И он будет быстрым. Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном в случае, если Киев зафиксирует факт применения Москвой баллистических ракет, полученных от Тегерана. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Ранее, напомню, Киев уже предупреждал о готовности принять жесткие дипломатические меры. Тем временем США и Великобритания расширили санкционные списки за счет новых лиц из компаний из России и Ирана. Детальнее о том, как цивилизованный мир реагирует на сотрудничество стран-изгоев, продолжит Лариса Петрук. Российская армия в течение нескольких недель может ударить по Украине баллистическими ракетами, переданными Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ответ на действия Тегерана и Москвы Вашингтон расширил санкционный список и включил в него 10 физических и 6 юридических лиц из Ирана и России. Под ограничение попали и 4 судна, которые привезли Москве ракеты и дроны. Кроме того, США наложили санкции на иранскую авиакомпанию Иран-Эйр и несколько гражданских морских судов. Мы предупредили Тегеран публично, а мы предупреждали Тегеран в частном порядке, что этот шаг был бы опасной эскалацией. Россия уже получила партии этих ракет, иранские ракеты имеют определенную дальность. Это означает, что Россия сможет использовать свои собственные баллистические ракеты для целей на большие расстояния, поскольку у нее будут эти иранские ракеты с радиусом примерно 112 километров. Мы ожидаем, что союзники и партнеры также объявят о новых санкциях. Партнерство Ирана и России угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока по всему миру. Кроме того, дестабилизирует ситуацию российская поддержка Ирана. Москва делится технологиями, в которых нуждается Иран. Мы продолжим следить за этими событиями вместе с нашими союзниками и партнерами по всей Европе и на Ближнем Востоке и останемся непоколебимыми в своей поддержке защиты Украины от угрозы, которую эти ракетные системы могут представлять для народа Украины. К американским ограничениям присоединилась Великобритания. Лондон ввел санкции в отношении пяти транспортных кораблей российского военно-морского флота. В санкционных списках теперь и несколько офицеров Корпуса стражей Исламской революции и армии Ирана. Лондон также разорвал двусторонние соглашения о воздушном сообщении с Ираном. Чтобы выразить поддержку Украине на фоне укрепления сотрудничества стран-изгоев, в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкин и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Это их первая подобная совместная поездка за последние годы. Я в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкином. Чтобы подтвердить нашу единую железную поддержку Украины, мы должны противостоять империализму Владимира Путина. От этого зависит наша коллективная безопасность. Дэвид Лэмми. Министр иностранных дел Великобритании в соцсети Икс. Вызывает опасения международного сообщества и технологическое сотрудничество между Москвой и Тегераном. С февраля 2021-го Иран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ к своим станциям. Кроме того, Тегеран долгое время не может объяснить следы урана, обнаруженные на незадекларированных объектах. В Вашингтоне заверяют, что Иран близок к созданию ядерного оружия как никогда. А генеральный директор МАГАТЭ до ноября надеется провести переговоры с новоизбранным президентом страны. Пезешкиан согласился встретиться со мной в подходящий момент. Я призываю Иран содействовать такой встрече в не слишком отдаленном будущем, чтобы мы могли наладить конструктивный диалог, который быстро приведет к реальным результатам. В одном из последних отчетов аналитики МАГАТЭ утверждают, что по состоянию на 11 мая 2024 года запасов иранского обогащенного урана на 90% хватит для создания ядерного оружия. Теоретически, Тегеран в ближайшие месяцы может создать три ядерные боеголовки. Цитирует специалистов агентства Reuters. После визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Варшаву. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дональдом Туском и главой МИДа Родославом Сикорским. Обсуждали ситуацию в Украине, безопасность на восточном фланге НАТО, а также углубление энергетического сотрудничества между Польшей и США. В частности, строительство первой атомной электростанции в Поморье. Как подчеркнул Энтони Блинкен, обеспечение безопасности в этом регионе, а также в Украине остается общим приоритетом для Польши и США. Как Запад мы должны продолжать поставлять Украине современные системы противовоздушной обороны. Мы также считаем, что необходимо снять ограничения на использование оружия большой дальности. Кроме того, мы убеждены в эффективности экономических санкций и в то же время призываем к принятию более решительных мер по конфискации замороженных российских активов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый телефонный разговор с итальянским коллегой Антонио Таяни. Говорили в частности об усилении украинской противовоздушной обороны и о следующем пакете военной помощи от Италии. Как отметил украинский министр, Киев заинтересован в списанном итальянском вооружении. Кроме этого, дипломаты отметили хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества между оборонными предприятиями стран и скоординировали общую позицию накануне недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Министерство иностранных дел Украины объявило демаршу Монголии из-за отказа арестовать Путина во время его визита в Улан-Батор. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В МИДе Украины сегодня приняли гендиректора Департамента Европы и Африки МИД Монголии. Она приехала в Киев по вызову украинской стороны. Украина не оставит такие действия без должной реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике развития двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиций Украины по поддержке этой страны в международных форматах. В то же время украинская сторона надеется, что Монголия предпримет действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств. Из заявления МИД Украины. Важно соблюдать римский статут и не допустить игнорирование решений суда по ордерам на арест российских военных преступников. Об этом шла речь на встрече президента Украины и прокурора Международного уголовного суда. По словам Владимира Зеленского, еще одной темой переговоров стала борьба с насильственным перемещением и депортацией украинских детей в Россию и расследованием этих преступлений. В Киеве прошел четвертый саммит первых леди и джентльменов, инициированный Еленой Зеленской. Главная тема форума – защита детей и гарантии безопасного будущего. Подробности встречи расскажет наш корреспондент Олег Борисов. По инициативе Елены Зеленской леди и джентльмены восьми стран физически присоединились к саммиту. Десятки дистанционно по видеосвязи. Абсолютно все солидарны с Украиной и с тем, что стране нужно помогать не только в экономическом, гуманитарном плане, но и в процессе возврата и защиты детей Украины. Большой саммит первых леди и джентльменов – это единственный мировой саммит, и он киевский. Но есть локальные организации первых леди, и несколько из них в Латинской Америке. Это уникальная история. Внимание к украинскому вопросу на разных уровнях колоссальное. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская, отвечая на вопрос Freedom. По ее словам, с каждым саммитом количество международных партнеров, которые все больше узнают о реалиях российской агрессии, увеличивается, и это маленькими, но уверенными шагами усиливает международное давление на кремлевского диктатора. Саммит наш сегодняшний – это одно из тех событий, которое накапливает энергию, чтобы всех подталкивать. Пока наши воины, наши военные выбивают захватчика с нашей земли, мы всеми дипломатическими путями, разными, всех склоняем на нашу сторону. Кроме публичных заявлений о поддержке Украины в вопросе обеспечения безопасности детей, также велись дискуссии касательно того, как принудить Путина вернуть незаконно депортированных детей, которых, по информации украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, 19 546, а по неофициальным данным их может быть более миллиона. Это не просто насильственное перемещение украинских детей в Россию, это также насильственное силовым методом сделанная смена их гражданства, смена их фамилии, имен, то есть их данных. И это также усыновление. Особенно детей, которые настолько маленькие, что просто не знают, что они украинцы. И именно за эти преступления, в том числе, мы объявили подозрение двум депутатам российского парламента, которые не просто этого не скрывают, а этим даже гордятся. Вопрос идентификации, где украинские дети находятся, это вопрос, с которым мы работаем постоянно. Не только украинская правоохранительная система. Тут мы сотрудничаем и с разведывательным сообществом других стран мира. Детали не могу говорить. Далее мы очень плодотворно сотрудничаем с институтами гражданского общества. Привлечение к ответственности всех виновных за депортацию украинских детей и в первую очередь диктатора Путина. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан рассказал, что сейчас будут проводиться консультации по поводу Монголии. Существуют законы и неважно в какой стране, на востоке или на западе, в Латинской Америке или Мексике или в Азии и в Монголии, Африке или Европе. Это один и тот же римский статут, один и тот же правовой режим и одно и то же обязательство сотрудничать с одним и тем же приказом, который выносят судьи. Было много разговоров о том, что Путин поедет в Южную Африку, но он не поехал. Ведутся разговоры о Мексике, но дело в том, что суд не политический институт, а судебный и во многих системах независимые судьи обладают законной властью. Поэтому это не тот вопрос, который полностью зависит от политики, если говорить о верховенстве закона и роли независимых судей. Российская Федерация, и очень верно подчеркнул Дмитрий Лубинец, она понимает только язык силы. И поэтому только когда есть санкции экономические, когда это давление растет, когда на международном уровне ухваливаются резолюции, когда выдаются новые ордера на арест на уровне Международного уголовного суда, только тогда она осуществляет какие-то действия, делает какие-то шаги для того, чтобы сохранить свое лицо, которое мы, как понимаем, уже давно запятнано кровью и иными преступлениями. Саммит леди и джентльменов это в первую очередь, как говорит Елена Зеленская, soft power, мягкая сила, которая, как показывает практика, имеет огромное значение в сопротивлении российской агрессии. И чтобы победить диктатора, нужно работать сообща и на фронте, и на международных площадках, и с партнерами Украины. Олег Борисов и Виктор Головко из Киева для телеканала Freedom. В Канаде в конце октября состоится конференция, посвященная четвертому пункту формулы мира – освобождению всех пленных и депортированных России и украинцев. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец по итогам онлайн-переговоров с министром иностранных дел Канады Мелани Жали. Во время видеовстречи также обсудили перечень приглашенных стран, повестку дня и ожидаемые результаты. Украина благодарна Канаде и Норвегии, которые выступят с организаторами конференции, являются сопредседателями рабочей группы по реализации четвертого пункта формулы мира. Мы должны как можно скорее освободить всех гражданских, военнопленных и детей, которые находятся в незаконном заключении в РФ. В Канаде раскрыли кражу знаменитого портрета Уинстона Черчилля. Оригинал известной фотографии пропал два года назад из гостиницы в Атаве. Снимок 1941 года, известный как «Ревущий лев», сделал фотограф Юсуп Карш вскоре после того, как Черчилль выступил в канадском парламенте с речью о военном времени. Оказалось, что фотографию продали на аукционе коллекционеру из Италии, и никто, кроме вора, не знал, что снимок краденый. Преступником оказался житель Канады, он уже арестован. Италия обещает вернуть портрет Черчилля до конца месяца. Все важные материалы, а также полные выпуски проекта «Наше время» смотрите на YouTube-канале Freedom. Найти его поможет QR-код на экране. Сканируйте его и переходите по ссылке, а далее смотрите и комментируйте понравившиеся материалы. На этом «Наше время» закончилось, но эфир Freedom продолжается. Далее марафон. Буквально через минуту в студию вернется Лейла Мамедова. Оставайтесь с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова